Сотрудники государственного природного резервата Ерты Сурманы требуют повысить им заработные платы наравне с лесниками. С 1 июля почти 13 тысяч государственным инспекторам и специалистам лесного хозяйства увеличили зарплату в два раза. Но оплата труда радиооператоров, водителей, трактористов и диспетчеров не изменилась. Как они отметили в своем обращении, в тушении пожаров они участвуют тоже, и их работа сопряжена с риском для здоровья. Кроме того, сотрудники резервата попросили улучшить условия труда и выплачивать компенсации за увольнение по завершению пожароопасного периода. Как заявила министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, сейчас ищут возможности повысить зарплаты внештатным сотрудникам за счет экономии бюджетных средств или реализации услуг. Забирать новорожденных животных у нерадивых хозяйственников и передавать их тем сельхозпредприятиям, где налажена технология содержания. Такое поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения одного из районов Грудненской области. Президент ознакомился с работой ведущего хозяйства региона. Здесь содержит более 5000 голов крупного рогатого скота, производит мраморную говядину. На ферме глава государства напомнил о своем поручении в течение пяти лет перевести всех животных в современные молочно-товарные комплексы. Акцент сделан на хороших условиях содержания и от корма, а гибель скота недопустима, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко поставил задачу и по уборочной кампании – выходить на темпы в 6% площадей в день. Должно отношение быть к новорожденному теленочку, как ребенку. Вообще не должно быть поддержа этого. Поэтому те, кто не умеют содержать телят после рождения до месяца, оттуда надо забирать. Ну не надо крестьян обижать, надо заплатить им. Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 13%. В главном финансовом регуляторе объясняет свой шаг тем, что ситуация на валютном рынке страны относительно стабильная. Но вместе с этим есть определенные риски и резких колебаний стоимости американской валюты. Почти полмиллиарда долларов потратил Национальный банк Кыргызстана на сглаживание обменного курса доллара в стране. На рост стоимости доллара влияет в том числе и сокращение потока американской валюты из России. В предыдущие годы трудовые мигранты ежегодно присылали на родину до третьей ВВП страны. Это 2,5 миллиарда долларов. В последнее время этот поток постепенно сокращается. И по данным Нацбанка, за половину 2023 года в Кыргызстан переведено всего 704 миллиона долларов, что на 28,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с этим резко увеличился отток американской валюты за рубеж, что безусловно сказывается на текущей финансовой ситуации. В Национальном банке заявляют, перспективы развития экономики Кыргызстана, как и прежде, продолжают оставаться под влиянием внешних условий, которые остаются изменчивыми главным образом в регионе. Инфляция остается на повышенных значениях наряду с неопределенностью на мировых финансовых рынках. И тем не менее, среднесрочная перспектива Нацбанка добиться снижения уровня инфляции до 7% вместо 10% сегодняшних. Что касается развития экономики, то по итогам первого полугодия текущего года темп прироста реального ВВП составил 3,9%. Наибольший вклад в прирост был обеспечен сектором услуг. При этом расширение внутреннего спроса продолжает поддерживать экономическую активность. С прошлого года у нас увеличился отток в Турцию. Это мы связываем с тем, что помимо чисто денежных переводов, по этим системам осуществляется еще и торговая операция. И в связи с изменением логистических цепочек поставок товаров с ситуацией с Украиной, часть товаров теперь к нам идет с Турции. В то время как Украина пытается экспортировать свое зерно альтернативными маршрутами, в частности через румынский порт Констанца, Анкара настаивает на возобновлении зерновой сделки между Киевом и Москвой. В телефонном разговоре президент Турции призвал своего российского коллегу возобновить соглашение об экспорте украинского зерна. Также лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию. Заявление не осталось незамеченным в Организации Объединенных Наций. Протесты профсоюзов охватили Нигерию. Демонстранты выступают против повышения цен на топливо. Они также требуют увеличить размер минимальной заработной платы. Урвень инфляции в стране сейчас самый высокий за последние 20 лет. Несколько сотен протестующих прошли маршем по улице столицы Абуджи. Демонстрации проходят и в других городах на севере страны. Профсоюзы заявили, забастовки продлятся неделю.